Заседание правительства области сегодня прошло в Савине. Главной темой стало развитие Новгородского района. Муниципалитет, конечно, один из самых успешных в регионе, но и здесь есть проблемные моменты. Арина Аксенова подробнее. Говорить об успехах Новгородского района губернатор предоставил Олегу Шахову. Успехи, несомненно, есть. Например, здесь создается особая экономическая зона. Но близость к областному центру несет и определенные вызовы. Район развивается, агломерация развивается. Естественно, у людей возникает абсолютно справедливое желание иметь условия жизни не хуже, чем в границе городской черты. Это касается и дорог, и газификации, и воды, и всего остального. Также понятно, что и бюджет у нас не резиновый, но мы должны в нормальном режиме обеспечивать улучшение качества жизни людей. До сентября будет установлено оборудование для очистки питьевой воды в деревне Болотное. Планируется строительство водопроводной сети в деревнях Трубичина и Григорово. А один из самых болезненных вопросов – несанкционированные свалки. Борьбу с ними пришлось вести весь прошлый год. В итоге за 2020-й ликвидировано почти две сотни. А с этого года подход к проблеме изменится. Начать оборудование контейнерных площадок в каждом населенном пункте района. Для чего пилотным проектом выбрали Барковское сельское поселение. Определили необходимое количество контейнерных площадок и денежных средств. Дополнительно оборудовать три контейнерные площадки в местах массового посещения людей мест отдыха. Новгородский район ежегодно участвует в программе формирования комфортной городской среды. На этот год запланировано благоустройство в поселках Панковка и Пролетарий. Впрочем, Панковка живет ожиданием и других перемен. Вопрос надземного перехода все еще активно обсуждается. Там есть специальный лифт для людей, которые передвигаются с грузом или маломобильных людей, пожилых людей, которые сегодня есть сомнения, что, например, этот переход будет для них тяжел для передвижения. Что касается сельского хозяйства. В общем объеме продукции район занимает второе место в области. Зато по производству молока, картофеля и овощей уверенно лидируют. И это несмотря на неурядицы последних лет. Когда поголовье новсвина выкосила африканская чума, а крупнейший производитель молока, ЗАО Савина, погряз в кредитах. Неправильно использование заемного капитала на протяжении предшествующих, наверное, 20 лет даже, можно так сказать, которое сейчас привело хозяйство к необходимости эти долги отдавать. И совершенно очевидно, что без вливания финансов с внешней стороны это сделать просто невозможно. Поэтому мы в очень тесном еженедельном режиме, зачастую ежедневном взаимодействии на трехстороннем. Это и банк, и администрация района, и правительство, и заинтересованные инвесторы, для того, чтобы найти выход из этой ситуации, который позволит и сохранить хозяйство, и в то же время обеспечить его дальнейшее существование на этих землях. Ситуацию безвыходной мы не видим. Социальная и культурная жизнь района тоже бьет ключом. В этом году капитальный ремонт ждет Дом культуры в Божонке и три образовательных учреждения. Запланировано поле для мини-футбола в Трубичине и мини-стадион в Савино. А в Новоселецах уже строится новый Дом культуры. Из Новгородского района Арина Аксенова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородское областное телевидение. Продолжение следует...